МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет информационную программу «Время говорить». Вот о чем мы расскажем в ближайшие 10 минут. А град идет. Рязанцы пытаются выяснить, с кого спросить за ущерб от неожиданного, негаданного града, который атаковал город в выходные. Пить надо меньше. В Рязани сражаются с незаконным оборотом алкоголя, но по-прежнему закрывают глаза на рюмочные вблизи детских площадок. Делая деньги фальшивомонеточки, последовательно наращивают криминальное мастерство. А теперь обо всем подробнее. Начнем с напоминания о многообещающей информации начала августа, когда на заседании правительства области губернатор Олег Ковалев поручил провести комплексные проверки рюмочных, расположенных в жилых домах. Олег Ковалев обратился тогда и к силовикам, и к городским властям с тем, чтобы оперативно и эффективно провести необходимые мероприятия. Немногим позже на освещании с заместителем председателя правительства области и руководством Рязани губернатор дал поручение об ужесточении регионального законодательства, регулирующего организацию работы рюмочных, а также преобразованных из них предприятий общественного питания. И все это правильно и долгожданно, однако как-то не смело раскачиваются ответственные руководители на суровую борьбу со злодейскими питейными объектами. Между тем, к нам в редакции регулярно поступают жалобы рязанцев на, так сказать, пьяные точки. Большей частью они, правда, сместились на окраины, но зато там их и достать почему-то сложнее. Продолжает тему Глеб Галушкин. Вот уже несколько лет в доме номер 5 по улице Второй Бутырки работает питейное заведение с вполне культурным, даже сказочным названием «Лесная избушка». Впрочем, посещают данную забегаловку отнюдь не добрые волшебные персонажи, а личности весьма и весьма маргинальные. Жители микрорайона жалуются на творимые ими безобразия в своем дворе. Рядом детская площадка, детский садик. Здесь у нас постоянно находятся пьяные мужчины, которые дерутся. И был такой инцидент. 19 числа у нас двое мужчин напали на ребенка. Рядом с рюмочной находится недавно построенная детская площадка. Сюда поиграть в футбол приходят все окрестные подростки, а для малышей есть качели и карусели. Однако пьянчуги облюбовали детскую площадку для своих нужд, и больших, и малых. Родители ребят, мягко говоря, крайне недовольны соседством с рюмочной. У меня сын подросток. И мне бы, если честно, не хотелось, чтобы он все вот это рецезрел и пополнил ряды вот этих же алкашей. Потому что сейчас сами знаете, что подростки очень податливые. Кто-то где-то налил, кто-то где-то там добавил, взял в компанию. Вот, и естественно, от этого один шаг до преступления. Людям жить невозможно. Рядом детская площадка, рядом хоккейная площадка. Это сколько здесь девчат? Наверное, метров пять? Ну, рядышком все. И все это безобразие, вот всю эту пьянь видят наши дети. Детей ведут в детский сад с утра, они уже все здесь. Ну, я не знаю, что еще сказать. Вот это безобразие надо прикрывать. Жильцы домов со вторых бутырок уже написали несколько писем в различные инстанции с требованием избавить их от соседства с такой страшненькой лесной избушкой. Ответа, как это вводится на Руси, они не дождались. Хотя только за последний год от местных властей горожане несколько раз слышали обещание ужесточить законодательство в отношении разного рода рюмочных и закусочных, которые уже давно превратились в места сборищ асоциальных элементов. А добропорядочные граждане в избежание инцидентов попросту вынуждены обходить эти места стороной. Но сдаваться люди со вторых бутырок не собираются. Они и дальше намерены бороться за выселение питейного заведения и надеются в этом на поддержку государственной власти. И еще. Алкоголь в таких заведениях крайне редко бывает высокого качества. Да что там, часто настоящую дрянь продают пьющим гражданам. Да и все тут. И, как говорится, впаривать ее удобно. Будучи сильно под парами, человек не отличит напитка от пойла. Спиртоносы свой бизнес по поставке фальшивой водки и прочих незаконных жидкостей наладили давно, широко и сурово. Полицейские с этим делом, конечно, воюют, но с переменным успехом. Продолжает тему Оксана Тебенихина. Никак не могут успокоиться любители легкой наживы. И ладно бы она законной была, так ведь под статью ребята готовы идти. В поселке Искра был задержан автомобиль, набитый пластиковыми бутылками, наполненными алкоголем. Гражданин, перевозящий спиртосодержащую жидкость, поясняет, что купил ее для себя. Однако, по имеющейся оперативной информации, гражданин намеревался сбыть ее в ресторан города Рязани. Сомнительную жидкость у водителя 14-й изъяли и отправили на экспертизу. Что его ждет, догадаться несложно. 200 литров паленой водки – это вам не шутки. Так ведь и отравить кого недолго. Информации к размышлению. По сведениям Росстата, которые приводит издание «Коммерсант», в этом году производство водки в России по данным на июнь сократилось почти на 40%. Участники рынка уверены, падение производства прежде всего обусловлено увеличением продаж нелегального товара. Дело в том, что в первой половине этого года в стране были замечены массовые продажи суррогатов. Впрочем, как известно, поделают у нас все, что имеет хотя бы какую-то ценность. Вершина криминального искусства в этом деле – фальсификация дензнаков, рассказывает Олеся Харлина. Еще в древние времена фальшивомонетчики удивляли своим мастерством. Что тогда говорить про настоящее время? Ежегодно уловки мошенников становятся совершеннее, а количество фальшивых купюр не уменьшается. По статистике, каждый третий человек хотя бы раз в жизни держал в руке фальшивые деньги, но даже об этом не догадывался. Чаще всего такие купюры циркулируют в местах с интенсивным товарно-денежным оборотом, где нет контрольных аппаратов. Это могут быть недорогие кафе, транспорт, рынки, пляжи и тому подобное. И сколько бы ни говорили о микроперфорации, специальном защитном поле и цвете герба, наши граждане все равно ведутся на искусно сделанную фальшивку. А то и вовсе слепо кладут в кошелек билет банка приколов. Само качество бумаги, как бы ни старались фальшивые монетчики, они не могут ее придать аналогичный вид, такой же, который выпускает госзнак. Они могут только различными учащениями попытаться приблизить ее, либо визуально, либо тактильно на ощупь, к этому качеству. Но тем не менее, все равно она остается бумагой, даже после проведения определенного ряда мероприятий. С точки зрения законопослушного гражданина, вы обязаны немедленно принять меры к изъятию фальшивых денег из оборота. Для чего или самому лично явиться в отдел полиции, или, зайдя в банк, попросить проверить подлинность. В любом случае, с потерей придется смириться и, как минимум, порвать подделку. Иначе и глазом не моргнете, как превратитесь из потерпевшего в преступника. А вот если банкомат навязчиво возвращает деньги назад, не стоит бить тревогу незамедлительно. Надо помнить, что это только машина, запрограммированная отсортировать любую непонятную для нее купюру. Возможно, Монетный двор успел обновить защитные знаки, а база данных банкомата осталась прежней. В любом случае, не бойтесь защищать свои права и интересы. Смело просите продавцов заменить сомнительные деньги. А в случае чего, бегите к администраторам и руководителям. Поверьте, никто не будет лишний раз связываться с недовольным покупателем, портить репутацию и тем более останавливать рабочий процесс из-за приезда на ряда полиции. Помните, в чьем кошельке фальшивка, тот и несет потери. На другие темы. Субботний град, который атаковал московский округ Рязани, доставил немало неприятностей горожанам. Дело чудное, редкое. Интернет пестрит планами городопада, снятыми на камеры телефонов. Однако пора бы и компенсации попробовать получить, призадумались рязанцы. Все-таки имущество пострадало. Но с кого спрашивать за повреждения? Вопрос. Сегодня в нашу редакцию пришла жительница мушковатого Ольга Иванова. По ее словам, там был едва ли не эпицентр градового удара. В прошлую субботу в некоторых районах Рязани многие горожане стали свидетелями не только сильного ливня, но и града. Очевидцы постарались запечатлеть этот момент на камеры своих мобильных телефонов. Теперь автомобилисты, чьи машины пострадали от града, собираются обращаться в свои страховые компании. Впрочем, наверняка не у всех есть страховка, полностью покрывающая причиненный ущерб. Похоже, что ремонтировать поврежденные природные стихии авто придется за свой счет. По словам очевидцев, град был довольно большой. Ольгу Иванову это природное явление застало вместе с семьей в загородном доме в селе Мушковатого. Потом муж мне говорит, пробивает крышу, поднимаю глаза, и прям вот такие вот дырки, ну невозможные, огромные. Мы с папой забегаем в дом, и я уже начинаю с дома снимать через крыльцо. Я понимаю, что все, где у нас веранда, она вся разрешена прямо в глушь. Потом смотрим, что машины, соответственно, все тоже впробоены, все помято, и вода уже ручьем течет с веранды. В доме начинает течь, но в доме крыша была не просто андулином покрыта, а там был рубероид. Вот рубероид не так сильно пробил, и не такие сильно течет. А вот веранда била без рубероидов, все прям, все потекло, все было в глушьху. По словам Ольги Ивановой, от Града в селе Мушковатого пострадали не только автомобили, но и почти все дома в селе. Жители теперь надеются на помощь от местных властей в восстановлении своих поврежденных крыш. Надежда, как говорится, умирает последней. И еще информация. По имеющимся данным, сегодня рязанские полицейские провели проверку в помещении областной клинической больницы. В одном из киосков на втором этаже, как выяснилось, торговали не только минералкой и булочками. Правоохранители обнаружили в продаже еще и сигареты. Это в больнице-то. Еще при наличии в стране закона, один из пунктов которого гласит, что запрещено продавать табачные изделия, в том числе на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг. Это уже почти скандал. Все подробности мы будем выяснять завтра и расскажем в программе «Время говорить». На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин